МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная экипировка, техника, оружие, продовольствие. 100 миллионов долларов, по словам военных экспертов, обошлись спонсором так называемые народные волнения на Украине. И это не считая подготовительного этапа. А ведь ещё были тренировочные базы, западные инструкторы, выездные сборы. Народу, а мы воевали за нашу свободу. Слава Украине! Городам слава! Парадокс. Но революцию, целью которой было свержение олигархического строя, обладил олигарх. Вот он, один из самых богатых людей Украины, шоколадный король Пётр Порошенко. Именно он долгое время, оставаясь в тени, направлял финансовые потоки туда, где было мало крови. И уже на следующий день, там её становилось в избытке. И донесли! П***! Голову дурак! Да нет, грудь! Просто от меня пацан стоял! Ты п***ь! Сверху стреляешь? Да! Детей наши пытаются угрожать детьми. Пойдите, пожалуйста! Зачем успешный бизнесмен вступил в коалицию с радикалами-экстремистами? Почему поставил под угрозу свой бизнес? Ведь беснующаяся толпа обещала раскулачить всех богачей. Как собирался договариваться с националистами, проповедниками идеи фашизма, имея еврейские корни? Эксперты не сразу нашли ответы на эти вопросы. Всё стало на свои места, когда миллиардер Порошенко с трибуны заявил о президентских амбициях. С Божьей молитвой и с Божьей лаской я иду до Центральной выборчей комиссии. Иду рееструваться кандидатом в президенты Украины. И все как будто забыли, что похожие слова Порошенко уже говорил. Более десяти лет назад, когда рвался во власть, когда понял, что приумножить своё состояние фактически нищей стране он сможет, только находясь у руля. Дворец с колоннадой, гигантскими лестницами и львами на личной набережной Пётр Порошенко начал обустраивать в начале 2000-х. Тогда министру иностранных дел Украины льстило, что собственный особняк не уступает в роскоши друзьям из Белого дома. Знакомство с ними он похвалился при любом удобном случае. Человек, которого вся страна называла не иначе, как «шоколадный заяц», заявил, что уже через год приведёт страну в НАТО, и каждый украинец заживёт в европейском изобилии. Дескать, партнёры обещали, не подведут. За долгие годы в большой политике олигарх при государственной должности сумел добиться только одного. Довёл своё состояние с жалких 300 миллионов до 2 миллиардов долларов. Тратить начал только в декабре 2013-го. Порошенко потратил на Майдан порядка 100 миллионов долларов. Это колоссальная сумма по украинским меркам. Майдан затянулся по срокам, и уже американские дипломаты были вынуждены работать в качестве курьеров. Яркий пример, когда госпожа Нулан привезла 27 миллионов долларов наличных в первые дни февраля, потому что Майдан требовался новых дровишек, которые закидывались. По сути, если бы не было такого жёсткого и такого активного и щедрого финансирования Майдана, то, понятное дело, это был бы просто народный митинг, народный бунт, народный гнев, который бы через неделю сошёл на неск. Своим благополучным финансовым стартом Порошенко обязан родственникам. Его отец был одним из первых цеховиков, подпольным миллионером с обширными криминальными связями. Будущее империя начала создаваться, когда папа Петра Порошенко вышел из тюрьмы. В 85-м его посадили на 5 лет, за хищение материальных средств в особо крупном размере. Конечно, была конфискация, но изъяли, видимо, далеко не всё. Оказавшись на свободе в лихие 90-е, Порошенко-старший тут же вместе с сыном Петром открыл концерт. Укрпроминвест. Помогли тюремные знакомства. За невнятной аббревиатурой скрывается мощный холдинг, объединяющий множество корпораций. Интересы широчайшие. От пассива свёклы до кораблестроения. Но душе у семьи Дельцов лежало к сладкому. Производство шоколада легло в основу финансовой пирамиды. Вообще весь шоколадный бизнес Порошенко был создан путём рейдерских захватов предприятий, бывших советских, созданных ещё в Советской Украине. Порошенко не стал бы таким кондитерским магнатом, если бы не проявил свои криминальные способности. Возможно, о Петре Порошенко никто бы не заговорил, если бы не событие, которое произошло в 97-м году. Все знали бы только Михаила Порошенко, его старшего брата. Собственно, он на пару с отцом и руководил огромным концерном до своей трагической гибели. Известно, что Порошенко-старший закончил свою жизнь при невыясненных обстоятельствах. По одним данным, разбился в автокатастрофе, по другим был убит. Чётко можно говорить только об одном. После его смерти Пётр стал главным в семье бизнесменом и уже не обязан был отчитываться перед старшим братом, который требовал от него беспрекословного подчинения. Но по-настоящему большие перспективы перед Порошенко открылись, когда он вошёл в Верховную Раду Украины. Эксперты удивлялись. Бюджетными деньгами шоколадный король распоряжался как собственными. Перекидывая их в западные области Украины и таким образом зарабатывая политические очки. Уже тогда он понимал, что только опираясь на радикальные движения, может продвинуться во властных коридорах. Ещё в 2002 году перед выборами парламентскими очередными на Украине, Пётр Алексеевич, который имел отношение к бюджетному комитету, что каким-то чудом смог при его содействии перераспределиться несколько десятков миллионов гривен в Винницкую область и в Черкасскую область. Тогда был большой скандал, началось расследование, но после выборов, так как он получил ещё и неприкосновенность депутатскую, всё это очень быстро затихло и сошло на нет. Но чтобы обезопасить себя наверняка, Порошенко идёт ещё дальше. Благо подворачивается уникальный шанс. У олигарха рождаются две дочки. И он незамедлительно предлагает тогдашнему президенту Украины Ющенко стать их крёстным отцом. И Ющенко соглашается. С этого момента начинается расцвет империи Порошенко. Удовлетворяет шоколадный заяц и свои политические амбиции. Олигарх побывал и в должности секретаря Совета национальной безопасности и министром экономического развития. Кум разрешил посидеть Порошенко даже в кресле министра иностранных дел. Тогда к нему и пристало прозвище Петя Бартер. Денежным подношением олигарх предпочитал борзых щенков. Говорят, что в очереди на подпись к Петру Порошенко лежали до полутора тысяч прошений. Но визировал он только те послания, осправители которых могли помочь ему лично. Занимая министерские позиции, Порошенко требовал от каждого, кто приходил с документами к нему на подпись, каким-либо образом содействовать развитию его бизнеса. Либо покупать просроченные кондитерские товары, либо по бросовым ценам продавать активы, содействовать захвату новых активов. То есть он ничего не делал просто так, а свои административные позиции, государственные, конвертировал в личную наживу. Благодаря властным полномочиям олигарха, его фабрики фактически монополизировали рынок. Что скрывалось под красивыми фантиками, выяснили эксперты российского потребнадзора. В шоколаде Порошенко нашли бензопирен. Это вещество вызывает рак, и по степени опасности стоит в одном ряду с артутью, с тряхнином и полонием. Мы помним все те скандалы, которые были связаны с продукцией Рошен, когда в ней находили канцерогены и вещества, которые не давали конфетам пропадать, что делало бесконечным их срок годности. И эти конфеты закупались при его непосредственном административном давлении и украинскими школами, где ими кормили школьников и поступали на продажу в России. А вот украинских чиновников качество шоколада Рошен не смущало тогда и не смущает сейчас. Времена изменились, но, как и прежде, любая инициатива по проверке этих кондитерских изделий может стоить уютного кресла. В шоколадных конфетах был обнаружен бензопирен, который является одним из самых сильных канцерогенов. Бензопирен приводит к ляду онкологические вымоливания. Он накапливается в организме человека и вызывает рак. Не волнует это и лично Петра Рошенко. По иронии судьбы, олигарху нельзя есть шоколад. Последствия тяжелой болезни. По крайней мере, именно так он объясняет знакомым категорический отказ от собственных изделий. Кстати, на Запад свою продукцию он даже не предлагает. Заграничный пищевой скандал, а он обязательно случится, если конфеты Рошена попадут на американские прилавки, может поставить крест на его мечте. Он искренне хочет быть президентом. Это его идея фикс. И он считает, что президентом его может сделать только Запад. Не важно, как проголосует украинский народ, важно, что подумают на Западе по этому поводу. И если ты хочешь быть президентом, достаточно, чтобы тебя в Вашингтоне утвердили, а потом уже как-нибудь выберут. А даже если тебя выберут, не утвердят в Вашингтоне, то как-нибудь свергнут. И еще один удивительный факт. Заявляя о необходимой финансовой поддержке Украины, Порошенко сейчас ускоренно выводит свои личные активы с территории неспокойного государства. Государство, в котором мечтает быть президентом, а налоги мечтает платить в Европе. Под нож конфетного барона попало его любимое детище, Рошен. В Виннице на предприятии прошли массовые сокращения, а в Мариупоре фабрику и вовсе закрывают. Десятки рабочих, возмущенных тем, что их лишают единственного источника дохода, день за днем штурмуют администрацию фирмы. Порошенко в это время активно ретушировал свой имидж. Выступления на уличной трибуне должны были показать, как близок олигарх к народу. Получалось не всегда. А ну-ка, давай-ка! А ну-ка, давай-ка! Появление Порошенко на предвыборной арене эксперты называют хорошо спланированной акцией. Причем специалисты по пиар-технологиям уверенно заявляют, как по учебнику реализуется американская модель раскрутки кандидатов президента. У Майдана было три лидера, да? Известный там Тернебог, значит, Кличко и, соответственно, Яценюк. И вот вдруг во время этой встречи на весь мир возникают три персонажа, стоят как декорация, а рядом с вице-президентом США стоит Порошенко, жмет его руку. И фотографии разошлись везде. То есть это своего рода такая американская закладка, давнишняя, на будущее. И сегодня она начинает работать. Причем, скорее всего, упомянутые лидеры оппозиции были сами не в курсе, что являются разменными пешками в игре западных политиков. Еще недавно они открыто иронизировали над страхами Порошенко, который первое время обходил Майдан стороной. Лидеров толпы олигарх заверял, так он себя ведет во имя революции. Боится скомпрометировать протест имиджем миллиардера. Поскольку Тегныбок, Кличко, Яценюк за время противостояния на Майдане практически похоронили свои рейтинги, поскольку вышедшая из тюрьмы Тимошенко не смогла подтвердить свой рейтинг, как раз наоборот массы ее стали отвергать. В это время выскочил Порошенко, который все время сидел в тени. Он вроде бы не запятнан Майданом, так уж очень сильно. Когда недавние лидеры оппозиции поняли, что с ними западные политики просто играли в кошки-мышки, то попытались сохранить хорошую мину при плохой игре. Первым сдался Кличко. В благодарность шоколадный заяц предложил боксеру пост мэра Киева. По сути, Порошенко с позволения своих западных боссов просто купил спортсмена. Я предлагаю поддержать в качестве единого кандидата от демократических сил на президентских выборах кандидатуру Петра Порошенко. Эксперты заявляют, по-настоящему конкуренцию Порошенко может составить только один кандидат в президенты – Тимошенко. Впрочем, по рейтингам, измерения которых проводят сейчас на Украине иностранные агентства, Леди Ю проигрывает шоколадному королю. Результаты якобы проведенного опроса четко демонстрируют изменившиеся отношения западных политиков к даме с косой. Та в последнее время потянулась к националистам и зарубежных покровителей. Это насторожило. Другое дело Петр Порошенко. Олигарх с миллиардными счетами в западных банках прочно сидит на крючке у Госдепартамента США. Ведь стоит американским чиновникам щелкнуть пальцами, и эти самые счета будут навсегда заблокированы. Так что у недавних партнеров поговаривают, что в разных смыслах этого слова Тимошенко и Порошенко хоть один тренер иностранный, но играют они на разных половинах поля. Ни одно из политических направлений не способно выделять сколько-нибудь согласованного кандидата. Они же все идут толпой. Тот же Порошенко заявляет, что вот, а пусть Тимошенко снимется в интересах Украины. Ну, хотел бы я, значит, посмотреть, что сделает Юрий Владимирович Тимошенко в интересах какой-то Украины. Она лаг снимать не будет. Не то, что кандидатуру своего интереса в Украину. Вот. Так же, как, собственно, господин Порошенко. Порошенко и Тимошенко связывают еще одно удивительное обстоятельство. Шоколадный заяц, как и принцесса с косой, тщательно скрывают свое еврейское происхождение. Оно и понятно. Сегодня власть в стране захватили националисты, которые во всех бедах Украины винят русских и семитов. А вот то, как радикалам удается до сих пор делать вид, что они не догадываются о корнях своих лидеров, факт поистине замечательный. Мне совсем непонятно, почему Петр Алексеевич стыдится настоящей фамилии своего отца. Его фамилия Вальцман. Это нормальная фамилия одесских евреев, имеющая достаточно большую историю, потому что это был известный в Одессе, не только в Одессе, а по сути в Бессарабии род торговый, которые были такими купцами, рыночниками и хорошо себя чувствовали. С фамилией Порошенко на Украине, наверное, можно было сделать лучшую карьеру, чем с фамилией Вальцман. Про отца Порошенко, кстати, не забывали. Пока сынок был во власти, уголовнику Вальцману удалось получить ни много ни мало звание Героя Украины. Наивысшей награды вор добился за, цитирую, проявленный героизм при защите державы в час рейдерских атак. Действительно, если уж его папа так любит драгоценные металлы, почему бы не побаловать старика золотой звездой ко дню рождения? А вот своим избирателям Порошенко объяснил, сладкой жизни ждать не стоит. Среди популистских лозунгов проскальзывает главная мысль. Неважно, как живут сами украинцы, главное, чтобы у соседей было хуже. Чтобы человек, живущий на границе Херсонской области, жил так, чтобы крымчане ему завидовали, чтобы он вызывал зависть, чтобы они думали, что же мы натворили в Крыму. Крым – это больное. Ещё недавно Порошенко строил планы на полуостров. 200 километров Крымской набережной, на которых расположены знаменитые виноградники и массандры, должны были оказаться под его контролем. Но сначала помешало вмешательство российских партнёров знаменитого завода, а теперь Крым и вовсе чужая земля. Порошенко уверяет, что у него кристально честная команда профессионалов, которые легко освоят украинскую землю. Один из них, небезызвестный в криминальных кругах, Вова Морда. По данным украинской милиции, этот человек причастен к организации множества убийств. Долгое время Морда числился среди помощников Петра Порошенко. Его братки обеспечивали охрану вождей Майдана во время оранжевой революции. Авторитета кристальной честности самого едва не убили два года назад во Львове. Киллер изрешетил внедорожник, застрелив водителя и дважды ранив самого криминального босса. Для Вова Морды это стало далеко не первым покушением. Он снова вышел и опять вернулся в большой бизнес, как и его бывший покровитель Порошенко. Это существо ориентированное на извлечение денег из всего остального. И сильно боюсь, что если ему предложат разобрать на органы собственную мать, то единственное, что он спросит, это какова норма прибыли. Степень лицемерия предельная даже для украинской политики. Господин Порошенко один из ключевых спонсоров Евромайдана. Ну, помимо американского посольства, от которого там всплыло большое количество новеньких голубых стодолларовых пачек купюр. Да, но гривна раздавал в основном насколько можно судить товарища Порошенко. Отлично. В это же самое время, когда он организует Евромайдан, он и его люди бегают по привлекающим регионам Российской Федерации и ищут места для вывода из Украины производственных мощностей фабрики Рошен. Одна из самых громких скандальных историй была с так называемой контрабандой американских окорочков. Помните, эти ножки Буша, как их называли еще раньше? То есть там целыми пароходами заходили эти окорочка в Одесский порт, там стояли на рейде, документы быстренько оформлялись, там обратно, и это сбрасывалось на украинский рынок уже как реэкспортная такая, ну, продукция. Понимаете, там схема более сложная, ее так сейчас но тем не менее история была очень скандальная, очень скандальная и, кстати сказать, вот знаменитым конфетным королем Борошенко стал чуть-чуть попозже, да, а до этого было разное. А на этой фотографии олигарх в праздничном облачении священнослужителя возглавляет крестный ход. Пиарщики тут же заявили, что Петра Алексеевича за праведную жизнь рукоположили в диаконы. Новость подхватили подконтрольные журналисты, а прихлебатели поспешили за благословением. Если это не имитация, если он действительно стал диаконом, то это тем более кощунство, потому что если ты принимаешь святую православную веру и тем более вступаешь в клир, в священный сан, в сан диакона, то ты должен свою жизнь изменить в соответствии с учением церкви. Это что же, из храмов день парад, воскресенье в Ивоновском монастыре, а в понедельник на день парад Порошенко пойдет, он же все это лоббирует. Я не знаю, давайте черта взяга на руку положим, да? В результате к прозвищам Петя Бартер, Петя Шоколадный Заяц и Петя Колобок добавилось еще одно Петр Великомученик. Закончилось, как всегда, фарсом. Коллеги по Верховной Раде подали иск в суд. Обязать Государственный Комитет Украины по делам религии, инициировать вопросы, принять все необходимые меры среди христианских религиозных общин и конфессий по канонизации Порошенко Петра Алексеевича. Внимание заслуживает жертвенная работа третьего лица в бюджетном комитете Верховной Рады, который и сама по себе является страданием, учитывая количество недоброжелателей и просто еретиков и атеистов в этом органе. Тонкую иронию поняли не все. Многие товарищи по партии даже успели высказаться в поддержку канонизации своего лидера. Сказать, что ты еще меня обвинил. Христа на тебя нет. *** Аброслава. Эти слова многим показались кощунственными, но не Порошенко. Ведь человек, на которого он набросился, посмел обвинить коричневого короля в том, что тот устроил бойню на Майдане. Я виноват по том, что ли не я виноват субтитры и он не получил я виноват я виноват я в тревогу и кричал ну не пилите с брови. Речь о кровавой Бонне 20 января, когда от действий неизвестных снайперов погибли несколько десятков человек. Сам Порошенко в этот день предусмотрительно не явился на площадь. Не останавливается ни перед чем. Идет на любые соглашения и ухищрения, жертвует человеческими жизнями. Это кажется мне главным его качеством, способность идти до конца, идти по трупам, по крови, не останавливаясь ради своей главной цели. Это нажива и захват собственности. Наряду с активистами униатской церкви роль силового крыла Майдана выполняли так называемые ультрасы. Футбольные фанаты, по словам экспертов, стоили Порошенко дешевле религиозных, да и знакомы были больше. К их помощи шоколадный заяц прибегал не единожды, как раз для рейдерских захватов чужой собственности. Правда, общаться с ультрасами Порошенко предпочитал с трибуны или через посредников. Получалось не всегда. Впрочем, чтобы взять власть в свои руки одних только фанатов мало. Незадолго до решающих событий на Майдане в аэропортах Борисполя и Одессы появились люди с полевыми сумками, в которых обычно перевозят экипировку наемники США. Лидеры оппозиции, конечно, понимали, что абсолютное большинство украинцев не готовы стрелять по приказу новых властей, а кровь обязательный ингредиент революции. Выход оставался только один наемники. Бойцы Black Waters прославились во всем мире как раз готовностью выполнить любое распоряжение заказчика. Варьируются только суммы гонораров, очень высоких гонораров. Но с деньгами у штаба революции проблем не было. С Black Waters уже заключен официальный контакт, что они просто появились, десантировались каким-то образом, что они уже официально работают на Украине. Причем именно в тех регионах, которые, так сказать, ну это родная, участница в родной для Петра Алексеевича Порошенко Одесской области. Это объясняет и многочисленные смерти от рук снайперов. Порошенко вместе с товарищами по перевороту поспешили свалить вину на бойцов Беркута. Но уже предварительное расследование показало, что такого оружия у киевской милиции просто не было. Не один калибр работал снайперской винтовки и, скажем так, СВДшный 7,62 калибр был достаточно редким. А тот другой калибр, который покрупнее, скажем так, в подразделении Беркут такого вида оружия даже нет. Это очень дорогое оружие. И в кроссовках они стояли с автоматами. А посмотрите внимательно, на службу у нас бойцы никогда не выходят в туфлях и в кроссовках. Большая проблема в том, что такую форму можно купить в принципе на любом рынке. Зато карманный канал Порошенко показал шокирующий сюжет об избитом герое Майдана. Якобы бойцы Беркута схватили мирного митингующего и жестоко пытали, выбивая какие-то крайне необходимые спецслужбам сведения. Меня били все, кому не лень. Все побегали, они все кричали, прыгали по моей голове, начали меня раздевать. Теперь крупно. Никаких отеков на лице только что избитого героя не видно. Окраска на полуприкрытом веке абсолютно того же цвета, что и под глазом. Это плохой грим, потому что если бы действительно человека пинали по лицу ногами, как он здесь на этом видео говорит, у него были бы гематомы, очень много было бы опухолей на лице, кровоподтеков, то есть это было бы ну футбольный шар, а не лицо в общем-то, да. Здесь этого ничего не видно, просто накрашены глаза немножко чем-то темным, как будто это синяки. Это плохой грим. Такие сюжеты пятый канал выдавал ежедневно. Еще бы, ведь за каждым новостным выпуском лично следил владелец медиа империи и не стеснялся звонить чат-редактору, если его что-то не устраивало в информационной политике. Алло. Владислав Евгеньевич. Да. Здравствуйте, пожалуйста, я с Порошенко вас следил, хорошо? Да, да, да. Да, подожди. Значит, дружище мой, ситуация на канале просто неконтролируемая. Я-то тебе говорю. Информационный блок на канале, на который ты лично отвечаешь. Лично ты. за частые дурные дежурналисты. За эти бабки, которые они получают. У меня своя информационная программа на моем канале, за которой я плачу бабки. Это я понимаю. А они не платят, мратья. Федор Васильевич, это я понимаю. Я не понимаю, только... Нет, 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 я падла не показала в Донецке. Я раком, блядь, за баррикадом лазил. Вы что, охотали? Подумайте, Червоненко там, блядь, у нас глава. Вы колопиали, блядь. Что, как ни странно это звучит, но поторопись прокуратуры Украины и у сегодняшнего Майдана спонсора могло и не быть. Незадолго до известных событий следователи все-таки возбудили уголовное дело, по которому шоколадный заяц мог отправиться в тюрьму на несколько лет. Имение Порошенко расположилось всего в 10 километрах от Киева на живописном берегу реки. Грандиозная стройка должна была закончиться еще пять лет назад, если бы по соседству с усадьбой Порошенко не повезло оказаться в базе отдыха общества слепых. Пользуясь тем, что у организации были долги по коммунальным платежам, Ивушку фактически захватили рейдеры. Это же видно сразу, что это очень престижное место, очень... Ну, это если тут и база отдыха наших правителей, и с той стороны, и с той... Вот тут раньше вообще было там большущие нерестилищи. Вот теперь вот захватили все, теперь рыбы нигде не реститься. Все это, Донкин, домики нашей элиты. Простому смертному здесь делать нечего. Естественно, каждый пытается что-то, чего-то ухватить. База Ивушка это единственное место реабилитации слепых на Украине. С учетом того, что, мягко говоря, они живут и так не в лучших условиях, это был единственный шанс для слепых поправить здоровье и получить качественное медицинское обслуживание. Когда впервые в 13-м году журналисты начали проводить расследование, журналисты Первого национального канала, они подверглись давлению, репрессиям, запугиванию, да, и невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность. Ивушка была единственным местом, где слепые могли отдыхать практически бесплатно. Когда стало очевидно, что санаторий расположился фактически в прихожей особняка Порошенко, инвалиды попытались отстоять свои права в суде, но туда их просто не пустили. В итоге Ивушку разорила подставная фирма, но дотошные следователи все-таки выявили связь учредителей организации с Шоколадным Зайцем. А через несколько дней грянул Майдан. Но разве могут быть претензии к герою революции? Я шоколадный Зайц, я ласка вимбесарец, я с лакинавсистон. О-о-о. Я шоколадный Зайц, я ласка вимбесарец, я с лакинавсистон. О-о-о.